Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Карьер вместо пастбища предпринимателя накажут за нецелевое использование земли. Недоделки устранены. В Чебоксарах принимают дворы после ремонта. Благовест или перебор. В Чувашии прошел фестиваль колокольного звона. Чуваша и Татарстан продолжают наращивать взаимодействие в сфере промышленности. Посетив одно из ведущих предприятий электрокластера, Рустам Мениханов предложил реализовать совместные проекты. Для производителей релейной защиты «Казань» перспективный рынок. Вот такие шкафы защищают энергообъекты от сбоев. География поставок. Вся страна среди заказчиков – крупнейшие корпорации. Интерес Рустама Мениханова к этому предприятию вполне объясним. Продукция «Экры» работает на авиационном заводе «Казани» и «Камазе». Это наиболее интеллектуальная часть. Здесь как раз сосредоточится программа освещения и так далее. А сам шкаф с выключателями, это по сути собрано из покупных компонентов. Это как оболочка. Обходя цеха, Рустам Мениханов вникал во все тонкости процесса выпуска электротехники. И уже после, отвечая на вопросы журналистов, президент Татарстана отметил, что эта продукция в состоянии выдержать высокую конкуренцию. Вот это пример, как надо организовать производство. Наши предприятия, они базируются, берут за базу ваше оборудование. Предприятие очень перспективное. По итогам прошлого года товарооборот между республиками достиг отметки в 10 миллиардов рублей и может быть увеличен. Ключевыми поставщиками выступают предприятия электрокластера. Его возможности презентовали президенту. 35 компаний, это и вузы входят, и техникум входят, и ведущий предприятий. Крупный бизнес, вот как мы здесь присутствуем. И с малой среди у нас тоже очень большие компетенции. Вуз выпускает. Сегодня номенклатура больше 100 тысяч наименований здесь. Вот то, что часть из них вы увидели. Генеральные институты энергетики поддерживают. Для вас сейчас очень прекрасные условия. Сегодня на всех основных стратегических объектах мы присутствуем. Байконур, Олимпиады, универсиады, которые проходили. Сочи, Энергомос, Крым. Предприятия Чебоксар продолжают осваивать и новые рынки. Ближайшие стратегические объекты. Казань, ВСМ. Тоже в компании будут участвовать. Стороны уверены, что связи между предпринимателями республик в дальнейшем станут еще крепче. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Фонд развития моногородов профинансирует модернизацию предприятий «Хевел». В Москве прошло заседание наблюдательного совета фонда. В его работе принял участие министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Речь идет об инвестиционном проекте увеличения производительности линии высокоэффективных солнечных модулей по технологии гетероперехода. Его общая стоимость составляет 2,8 миллиарда рублей. Фонд развития моногородов одобрился финансирование в объеме 1 миллиарда рублей в период с 2018 по 2019 годы. Успешная реализация проекта позволит не просто увеличить объемы, но и создать резервы мощности производства для диверсификации возможности развития экспортных программ. Будет создано дополнительно 90 новых рабочих мест. В полку дипломированных специалистов прибыло. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил выпускников Московского политехнического университета. Подробности в следующем материале. Позади экзамены и 6 лет учебы, а пока прощальный танец. Менеджеры, экономисты, юристы, а еще электротехники и машиностроители. В этом году филиал университета выпускает более 450 специалистов. Отдельные специальности очень востребованы. Кто на самом деле пошел на риски, на ответственные шаги, где там знания физики, математики, не просто так даются. Отдельным, да, отдельным это хорошо дается. И с этой точки зрения я хочу пожелать вам одного. Но надо сейчас просто на рынке туда посмотреть, где ваши профессии востребованы. С одной стороны, хочется пожелать вам дальнейших успехов уже в трудовой деятельности. За годы учебы ко многим студентам присматриваются работодатели. Ребята практикуются на ведущих предприятиях города. Работать начала до получения диплома. Работаю инженером-смельчиком. Работа мне моя очень нравится. Их называют элитой вуза. Более 30 студентов получили красные дипломы. Среди отличников немало активистов, спортсменов и стипендиатов. Среди вас обладатели специальных стипендий главы Чувашии Республики за особую творческую устремленность. Специальные стипендии правительства и президента Российской Федерации. Обладатели научных грантовых программ. Пропуск в профессию получен. Глава Чувашии пожелал выпускникам успешной карьеры. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. И подавляющее большинство погибших. К сожалению, растет количество пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов. Рост на 20,7%. 111 пожаров. Или каждый четвертый пожар по этой причине. И надо отметить, из 111, 82 пожара это бани. Каждый пятый пожар на территории Республики это бани. Надо отметить, что по многим субъектам эта цифра, она намного-намного меньше по показателям, чем у нас. Заметно больше, аж на 40%, стало пожаров из-за неосторожности при курении. Ну и еще одна постоянная, к сожалению, причина – алкоголь. Из 38 погибших в этом году в состоянии опьянения были 22 человека. Если брать в разрезе муниципалитетов, то здесь последние три года наметились свои антилидеры. Шумерлинские, Аллатрские районы, в этом году к ним прибавились Шемушинский и Красночитайский. Технических средств и специалистов распоряжения Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям достаточно. Кроме того, не так давно за счет республиканского бюджета было приобретено сразу 15 новых пожарных машин. Столько же из автопарка Госкомитета необходимо передать в районные подразделения и пожарные дружины. Глава Чувашии потребовал завершить передачу техники к 15 августа. Национальная телерадиокомпания Чувашии вместе со всем журналистским сообществом скорбит о безвременном уходе бывшего коллеги Олега Петрова. Подполковник Запаса, он принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Позднее, будучи заместителем председателя, гостелерадиокомпания Чувашия внес большой вклад в развитие национального вещания. По его инициативе и непосредственному участию были созданы программы, направленные на сохранение и приумножение самобытной культуры чувашского народа, его традиции и языка. На посту заместителя министра культуры, информационной политики и печати он много сделал для развития всех республиканских СМИ. Песок вместо урожая. В Урнарском районе на одном из полей сотрудники Россельхознадзора обнаружили песчаный карьер. Ольга Пырочкина подробнее. На этом месте должно быть поле с какой-либо растущей сельхозкультурой, ну или пастбище. По кадастровому паспорту участка это земля сельхозназначения. Но, как видите, урожая не будет. В последнее время арендатор общества «Карьер М» добывала здесь песок. Понять его руководителя можно. На такой почве без серьезных вложений на подпитку что-либо вырастить сложно. А вот простить нельзя. По данному факту в отношении общества было возбуждено административное дело. Общество было привлечено за самовольное снятие перемещения в верхнем плодородном условии почвы на площади около 1 гектара. Наложен штраф на общество до 30 тысяч. Также с целью устранения данного правонарушения было выдано предписание. В соответствии с проектором культивации они должны данный земельный участок восстановить. Помимо этого штрафа придется заплатить и другой в 25 тысяч за то, что остальная часть участка тоже не используется по назначению и зарастает бурьяном. Между тем, ситуация, когда и волки были бы сыты и овцы целы, возможно. Арендатор мог обратиться с просьбой о переводе земли из категории сельхозназначения в иную. Такие вопросы решает кабинет министров республики. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Валерий Резюков, Республика. Комфортная городская среда в прошлом году пришла в 25 чебоксарских дворов. Однако часть из них не прошла приемку. Комиссия выявила ряд недостатков. Их обещали исправить в этом году. Стали ли дворы комфортнее, проверяла наша съемочная группа. Так выглядел один из дворов по улице 50 лет октября в октябре прошлого года. За месяц до окончания сроков реализации программы. В апреле здесь уже были спортивная площадка, детский городок, пешеходные дорожки. Но до конца дело так и не довели. К примеру, не уложили резиновое покрытие. Выше, 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 выше. Вот. Откуда залезать надо? Слева? Слева. Вот отсюда вот, давай. Никита Гловацких с сыном Тимуром на этой площадке гуляют постоянно. Изменения заметили одними из первых. Мы пришли, нам понравилось. В принципе, достаточно как бы доделали, слава богу. Вот. Раньше была все равно такая поскромнее. Но сегодня вот увидели то, что резиновые коврики сделали. Вот. Все красочно, ярко. Безопасность для детей больше всего. Все равно маленькие детки больно. Больно часто падает, так скажем. По соседству с детской площадка спортивная. Ее оценили ребята постарше. Миша Малов с друзьями отрабатывает баскетбольные приемы. Расскажи, пожалуйста, что ты сейчас такое делаешь. Я сейчас тренирую дриблинг. Можешь меня этому научить? Я смогу этому научиться? Конечно. Это очень просто. Так. Держи микрофон. Так. Что надо делать? Нужно просто переводить мяч между ног. Справа руки на левую. Почти получилось. Кроме нового покрытия отремонтировали сцену, сделали подходы к белье с сушилком, восстановили газон. Эти виды работ не были учтены осенью. Мы, соответственно, эти виды работ уже отторговали в этом году. Все за счет бюджета доделывали в этом году. Разовы платили жильцы только в 2017 году, когда общий смертный стоимость, когда составляли проект. А вот так проходил ремонт одного из дворов по совхозной улице в Лапсарах. Установили детские спортивные городки, заменили столбы освещения, начали укладывать асфальт. Очень интересным является то, что решение, что появились у нас пешеходные асфальтные дорожки. Было время, когда в час пик утром дошкольники идут в детский сад, школьники в школу. В это время выезжают в машину. Это было очень опасно. Если взрослые думают о безопасности, то дети – о веселье. Новая горка стала любимым местом для игр. Раньше платят, но не очень. А сейчас? Теперь хорошие. Теперь супер. До УМА довели 21 двор из столичного бюджета, выделили 20 миллионов рублей. Этих денег хватило, чтобы они стали по-настоящему современными и комфортными. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Диалог на равных. Ректоры ведущих вузов Чувашии встретились со школьниками. Десант ученых намерен убедить выпускников не покидать пределы республики и поступать в родные учебные заведения. Подробнее Рефат Фадкулин. В открытом диалоге любой школьник смог задать свой вопрос ректору и получить ответ из первых уст. Спектр вопросов широк от размера стипендий и возможности учиться на двух факультетах сразу до нюансов студенческой жизни. Но главное, конечно, утвердиться в правильности выбора. Алена Маркеданова окончила новомурадскую СОЖ. С профессией определилась еще в детстве. Хочет стать юристом. Я хотела остаться в нашей республике, чтобы продвигать в дальнейшем нашу республику. А почему именно в Чувашский государственный университет? Потому что я рассматривала три популярных университета. Например, ЧГСХ, ЧГУ и ЧГУ. Самый для меня показался ЧГУ, потому что он был более популярным. И, например, смотрела новости в сайте. И там студенты юридического факультета участвовали во многих конкурсах. Ну, самореализация там еще большая. О значимости таких встреч говорят сами школьники. Он поможет школьникам узнать, в какие вузы лучше поступать. Может быть, лучше определиться и понять, что Чувашские вузы, они ничем не уступают другим. Конечно, определился. Это юрфак ЧГУ. Планирую стать адвокатом. Почему? Ну, потому что я считаю... Ну, для меня это интересно было всегда. То есть право, закон и тем более защита. Тех, кому по тем или иным обстоятельствам она потребовалась. Выбор университета требует вдумчивого подхода. Делать его, опираясь только на информацию с сайтов учебных заведений, не стоит, предостерег школьников ректор ЧГУ Андрей Александров. Он посоветовал обязательно съездить на экскурсию, пообщаться с преподавателями, ознакомиться с аудиториями и лабораторной базой. Я думаю, что надо смотреть через вуз, через университет, на свое рабочее место, на то, чем ты будешь заниматься через 4, 5, 6 лет. Вот. И вот этот взгляд поможет определить наиболее точно, адресно, что называется, в десятку, то учебное заведение, которое вот тебе поможет сделать правильный выбор. Классных, хороших специалистов, таких добротных не хватает во всех отраслях абсолютно. Абсолютно. Неважно. Это инженерное дело, здравоохранение, образование, сфера юспруденции экономики, как ни странно звучит. Вот они все нуждаются в том, чтобы приходили ребята подкованные, мотивированные, очень открытые. Сегодня они школьники, но в недалеком будущем, возможно, именно они станут квалифицированными специалистами, столь необходимыми в нашей республике. Рифат Фадкулин, Валерий Резюков, Республика. Гармонизирует пространство вокруг, убивает бактерии и улучшает настроение. Такие свойства приписывают колокольному звону. Если верить этому, то наша съемочная группа Ольга Пырочкина и Александр Петров еще долго должны быть счастливыми и здоровыми. Они побывали на Всероссийском фестивале колокольного искусства «Волжские перезвоны». Сейчас в России колокола уже не звонят, чтобы сообщить о времени суток, какой-то опасности вроде пожара или наоборот. В честь радостного события, к примеру, выхода сборной страны в четверть финала чемпионата мира по футболу. Даже в богатой церкви Амичувашии звон слышен разве что перед началом службы и по праздникам. Профессия звонаря исключительно редкая. Организатор фестиваля Андрей Дьячков говорит, в его случае все было предрешено. «Священник был дьякон и самая низкая должность, это были дьячки, их называли, они выполняли какую-то работу по храму, отарничали и звонили в колокола. Вот у меня фамилия Дьячков, она так определила мой вид деятельности, скажем так, независимо от меня, чем бы я не пробовал заниматься другим, хотя хотелось многое попробовать, но как-то вот не очень все получалось. А с колоколами все божьим промыслом устраивается удивительным образом». Самый младший участник фестиваля Михаил Попов пока просто получает удовольствие от того, чем занимается. На будущее у него другие планы. «А кем вы хотите стать, когда вырастете?» «В футболе, воротарем». Бывший профессиональный скейтбордист Александр Кожемякин из Архангельска учился звонить уже будучи взрослым. Он отмечает, в подготовке звонарей есть ряд нюансов. Даже если вы учитесь играть на скрипке, ваши соседи должны запастись терпением, а колокольные репетиции слышны на несколько километров. И все же выход есть. «Существует тренажер колокольного звона. В домашних условиях, подключая к компьютеру, можно, в принципе, хорошо потренировать именно какие-то приемы интересные». Чтобы играть даже на небольших колокольных установках, нужно хорошее чувство ритма и, что называется, раскоординация рук и ног. А вот праздничный звон уже на большой колокольне. «Счастье от слова «сейчас» и когда звонишь колокола, настолько поглощает тебя этот звон, очень сложно думать о чем-то другом. Во-первых, здесь и музыкальный срез, надо следить за ритмом. Во-вторых, это тяжелая физическая работа, потому что колокола некоторые весят больше 10 тонн. Поэтому момент исполнения звона, звонарь, безусловно, самый счастливый человек на земле». Мы тоже решили почувствовать, как это. Я попыталась освоить московский звон. Глядя на меня, не смог удержаться и наш оператор Александр Петров. В общем, не судите строго начинающего звонаря и того, кто остался за камерой. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. 10 воспитанников Чувашской школы спортивного туризма достойно выступили на чемпионате России. Им удалось завоевать 9 медалей по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сегодня победители встречали на Чебоксарском вокзале. «Вернулись соревнования с самыми положительными эмоциями, потому что сборная Чувашской республики еще ни разу не выигрывала общий зачет чемпионата России. И также мы выиграли переходящий кубок памяти Виталия Кондратьева. На самом деле это для спортивного туризма очень престижно. И я думаю, что мы показали самое высшее мастерство на данных соревнованиях». Эмоции переполняют не только спортсменов, но и болельщиков. Столько наград и такого высокого достоинства в истории спортивного туризма Республики нашим участникам досталось впервые. «Выступление получилось очень удачное. То, что на всех дистанциях, на которых я участвовал, получилось выиграть. Как я понимаю, никому еще прежде не удавалось на чемпионате России выиграть все дистанции. Такое уникальное достижение». Соревнования проходили в Московской области. В состязаниях приняли участие более 160 сильнейших спортсменов из 23 субъектов страны. В первый и второй день проходили короткие личные дистанции и дистанции связок по 2 километра. В третий и четвертый день были длинные личные дистанции и дистанции групп из 4 человек протяженностью около 15 километров. «Слышать про этот вид спорта, они сразу, ну, спортивный туризм, у них сразу возникает мысль, что это гитары, палатки, там, походы, какие-то песни у костра. На самом деле это не так, это многоборье. То, что там требуется как физическая выносливость, умственные способности. То есть там все перемешано, много видов спорта». Времени на отдых у ребят осталось совсем немного. Уже в сентябре команда «Чувашии» примет участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. Денис Кашин, Валерий Рязюков, Республика. «В Чувашии» прошли соревнования по одному из самых непредсказуемых и зрелищных видов спорта – триатлону. Он достаточно популярен в Европе, а в России только набирает обороты. Местом проведения чемпионата и первенства «Чувашии» стал лагерь «Белые камни» в Мариинско-Посадском районе. О сильных и выносливых расскажет Рифат Фаткулин. «Бег, заплыв в открытой воде и велогонка». Самые отважные жители Чувашии решились на непростое тройное испытание. 750 метров плавь. Здесь не важен стиль. Главное – прийти первым и сохранить силы. Ведь впереди еще две дисциплины. Параллельно с сильнейшими триатлонистами Чувашии сосезаются и юниоры. Когда стоишь на старте, уже без разницы, какая температура воды, потому что волнение. Плывешь просто, лишь бы доплыть. Триатлон нравится тем, что здесь нужна выносливость. Триатлон – это вид спорта мужественный. Нужно терпеть, работать, тренироваться. Следующий этап – велозаезд на 4 километра для юных спортсменов и 20 для взрослых. После – бег. Вот здесь и разворачивается настоящая спортивная интрига. Водные отрезы хоть и определяет промежуточных лидеров, но пересаживаясь на велосипед, они могут выбыть из борьбы за медали. В соревнованиях принимают участие более 80 спортсменов из разных районов – Чебоксары, Новочебоксарск, более 10 районов. В этих соревнованиях принимают участие кроме наших спортсменов, ну и любителей тоже. Они возрастные, выступают в своих возрастных категориях. Триатлон развивается. Триатлон сейчас во многих районах группы есть, в том числе в Чебоксарах, Новочебоксарске. И буквально в этом году открыли отделение триатлона в Лапсарах. Один вид спорта сменяет другой. В этом зрелищность триатлона. Для победы мало просто хорошей физической подготовки. Здесь нужна максимальная самоотдача во всех видах состязаний. Рифат Фадкулин, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин